Маска регрессии Маска регрессии Маска регрессии Ну, начинаем. Любой вариант. Давайте. Что можно предложить в такой ситуации? Поговорить с ним. Нет. А что если? А что если вы поговорите с ним? Вы знаете, каждый день я разговариваю. Каждый день. Да, вы правы. Но никакого эффекта. Следующий вариант. А что если? Почему он оставляет семью и почему так все происходит? А что если вы спросите? Да, я спрашивала его, но он ничего не отвечает. Он говорит, что это я такая взбалочная женщина, такая астеричка и, в общем-то, я самая вноводная духовная. Еще. А что если? Вам войти в его положение. Что если вам войти в его положение? Войти в его положение. То есть вы считаете, что я тоже должна заняться церковью, служением. Да, конечно, могу это сделать, но как тогда наши дети будут? Они будут брошены мамой и папой. Следующий. А что если вам? Если вы вместе на беседу придете и никак не планируете свою жизнь? Думайте, я ему не предлагала. Я ей предлагала, но он говорит, я духовный, я христианин, я все это знаю, Библию наизусть. Мне это не надо. Еще последнее предложение. И остановим дебаты. А что если? Вы пробовали бы как бы тоже углубиться в служение, как он? И делать противоположное? А это уже было, да, конечно. Но я даже не пробовала по той простой причине, что если я это начну делать, здесь вообще будут сиротами. То есть смотри, что мы сейчас с вами делаем. Мы с вами начали играть. Игру, которая называется «За что если вам?». Ну это Миш предложил такую игру. А очень часто такая игра возникает на самом деле. К вам приходит человек с проблемой, и вы начинаете ему что-то советовать. А почему мы думаем вот так? Да, я пробовал, я делал, но ничего не выходит. А вот так вот. И это пробовал. А это вообще даже не получится, потому что даже и пробовать не стоит. И он вам докажет, какой он несчастный, и какая у него совершенно оригинальная ситуация, что никто никогда в такую ситуацию не попадал, и он в детстве во всем мире такой весь несчастный. Вот она, наверное, лучше такой, ну если женщина пришла больше сказать, разводиться. Ну хорошо, разводиться, только вы останетесь одна, и нарисовать ей такую перспективу. Пожалуйста. Так если она решила развестись, это уже не пугает? А это же не пугает ее. А вы знаете, здесь самое главное… А может она наоборот играет? Вот она пришла, она с одной стороны вроде бы как у нее появился смысл о разводе, а с другой стороны она-то боится. Вы понимаете, Николай, вы все равно играете с ней. Просто это другая игра. Ну вы говорите, а давай разводись, давай с тобой поиграем другую игру, что будет если? Ну а тогда любую миссию можно игрой назвать. Да. И вот нам важно… Почему мы сейчас об этом говорим? Почему мы сейчас об этом говорим? Потому что важно беседовать не играя. Самый лучший способ остановить игру – задать вопрос. А что конкретно ты… Ты сделал, чтобы изменить ситуацию? Или ты сделала? Ничего. 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 Хорошо. Вот сегодня, что ты можешь сделать, чтобы изменить ситуацию? Она отвечает, как правило, я не знаю. Знаете, это четвертое правило консультации, из тех из тех, которых вы назвали. Мы обычно так говорим. Не обманывайте нас. Слова про себя, я не знаю, почему я так сделал – это ложь. Это ложь. Это слова идиота. Это… Да. Про себя вы знаете все. Про свою семью вы знаете. Раз вы пришли ко мне и говорите, я не знаю, я откуда знаю. Вот идите, подумайте. Почему вы так сделали? Почему вы так сделали? Или не сделали? И на фразу «я не знаю» поставьте запрет. Тогда приходите ко мне, и мы с вами конкретно будем говорить. А еще раз, можете сформулировать правильно? Ну, в общем, так. Фраза «я не знаю про себя самого» – это фраза… Ну, я говорю так. Вообще, вы… Ну, я говорю, фраза дезеток. Я говорю, вы человек не в коме, поэтому вы знаете. Надо меня обмануть. Фраза «я не знаю» не должна звучать вообще. Если… Понимаете, вы можете не знать какую-то информацию, но про себя, если человек подумает, а человек слышит его мысляще, он знает. Кроме этого… Но он прячет это за маской. Вот эта самая маска регрессии. Понимаете? Я маленький, я ничего не знаю, я ничего не могу. Ну, раз ничего не знаю, я тем более не знаю. Вот очень хорошо эту маску заметно, когда рождается ребенок в семье. Вот муж приходил домой. Как его встречала жена? Раньше. Раньше. До рождения ребенка. Он приходил, жена. Ой, миленький, ой, хороший мой. Ой, ты пришел, ну пойдем скорее на кухню, я тебя накормлю. Идут на кухню, разговаривают, беседуют. Рождается ребенок, приходит муж домой. Как его встречает жена? Иди на кухню, там покушай, а я тут с ребенком занимаюсь, да, нужно постирать, нужно его успокоить. Или ребенок сразу в руки. Он сидит на кухне, ест холодные щи из холодильника и думает. Вот ребенок заплакал, она побежала. Ребенок законючил, она к нему бежит. Ребенок захныкал, она тут же срывается с места. Что нужно сделать, чтобы она к тебе прибежала? Заплакать, законючить и обидеться. И обидеться. И здесь две. Опять же две игры возможны. Первая игра. Ну ты мне тоже нужна, ну я женился на тебе, ну что это такое? Или другой, я в конце там... Или другой вариант. Я тебе покажу, кто здесь хозяин. Забирай свой горшок, да, и не писай больше в мой унитаз там. Свои игрушки, не писай в мой горшок. Я тебе покажу, кто здесь хозяин. Ты еще приползешь ко мне на калибр. Я тебе это докажу. Это тоже игра. Ну мы будем говорить по манипуляции, то есть мы там подробно будем разбирать, какие игры играют люди, которые предпочитают вот эту маску. Понимаете? То есть человек перестает честно общаться с другим человеком. Такой мужчина что, по идее должен сидеть и сказать, знаешь, жена, вообще-то ты мне нужна. Я вообще-то тебя люблю. Давай потом мы с тобой вместе решим, чтобы на меня у тебя тоже времени хватало. Чем я тебе могу помочь освободить твое время от ребенка, чтобы на двоих хватало? Или предложить конкретно, давай скажем, каждую семью. В среду на два часа будем приглашать нянечку. И осталось будет хотя бы два часа в неделю. Понимаете? То есть вот эта вот мысль, ну как-то это можно решить? Чем начинать? Но не играть. Маски какие-то. Какая ты женщина, ну что, я вот женился. Или знаете, вот тоже маска регрессии, знаете, когда, очень часто мы слышим, когда начинают вот наши верующие говорят, вот меня там уволили, здесь уволили. Это маска регрессии. Если ты профессионал, тебя возьмут на работу. Независимо от твоего вероисповедания, твоих там каких-то моральных принципов. Сейчас гонений нет у нас. Понимаете? То есть, как бы вот таких вот официальных гонений, ну нет сейчас. Если они там и возникают, то они возникают, ну будем так, в определенных каких-то там локализованных местах. Ну не знаю, я в последнем время вообще чего-то вообще не встречаю. Хотя есть, нам приходится много, и вот такие, что прям были конкретные гонения, против конкретного человека, да еще и профессионала. Нет. Из-за того, что он верит в Бога? Нет сейчас такого, понимаете? Я не знаю, я не встречала. Но даже в коммунистические времена вот эти гонения начинали, если там кого-то притесняли, начались только по приказу КГБ. Да. Потому что, насколько я вот слышал и знаю, именно начальники Баптистов очень ценили как работников. И они с сожалением их притесняли, потому что их просто извиняли. Еще извинялись. Извинялись, потому что они ничего не могли сделать, потому что их просто заставляли. Ну то есть вот эти вот вещи, понимаете, ну вот человек начинает играть в игру, что будет. Но мы, понимаете, мы сейчас разбираем маски. Потом мы с вами будем вот послезавтра разбирать игру масок. Да? Сейчас мы просто как бы хотим... Назовем их. Да, показать. Чтобы диагноз поставили. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Последняя маска, которая здесь упоминается, но она не последняя вообще, вот исчерпывающий список. Нет, их очень много масок. Их можно продолжать и продолжать. Просто наиболее часто встречающиеся маски – это вытеснение из памяти. Я забыл это, потому что не хочу это помнить. Здесь, может быть, это не соответствует моим убеждениям. Может быть, это не соответствует моему мировоззрению. Нежелание пережить вот ту самую боль, которая была уже. Что-то произошло в детстве, там, изнасилование, например. И женщина вытесняет это из памяти. Она забывает об этом, чтобы не испытывать эту боль. Она не хочет это помнить, и оно как-то уходит туда. Но на самом деле оно ломает ее отношения вообще. Она не исповедует это. Или он, да, мужчина. Или это не соответствует убеждениям и каким-то принципам. Вот у нас было однажды… Тоже так вот мы на интимных отношениях мужа и жены говорим о том, что у нас нет выбора, планировать семью или нет. Но все планируют, каждый. Просто кто-то делает чуть лучше, кто-то – чуть хуже. Причем это не зависимо от количества детей. Планируют, в общем-то, все. Вообще нельзя говорить, что кто-то планирует. Хороший планирует, плохой планирует. Просто, да, у кого как это получается. Но все планируют. Потому что если бы не планировали все семьи, у нас бы во всей семье было минимум 15 детей. А если женщина вообще здоровая, ну 30 детей запросто вообще. Представляете, каждые 9 месяцев, вот посчитайте. За 30 лет супружеской жизни сколько может быть детей? Даже если раз в год. А если еще двойняшки рождают. Понимаете, то есть как бы есть действительно мировые рекорды по 52 ребенку одной женщине. Когда они двойняшки, двойняшки родились. Но ведь это рекорды. Но если планирования бы не было, все это, все бы семьи были вот таким количеством. И мы говорим о том, что мужчина, он и в постели должен оставаться мужчиной, и отвечать за то, что происходит в постели. Нельзя так вот говорить, господи, я попользовался этой женщиной, своей женой, а ты отвечай за последствия. Все отдали в твои руки. Ну это не получится. Если ты мужчина, то ты мужчина до конца. Кроме того, очень важно помнить, что и Бог тоже планировал, прежде чем свое дитя первое поселить в раю, он шесть дней планировал. Ему там звездочки, игрушечки какие-то бегали. Шесть дней он этим занимался. Они так просто, да, сделал человек и бросил. Ну все, как хочешь, так и выживешь. Нет. Сначала было еще ознакомление. Ну так вот, когда мы стали об этом говорить, один пастор сказал, говорит, это все неправильно, Михаил. Вот откуда у нас появилось выражение, вот эта вера с тыквой. Это как раз его было выражение, говорит, это у тебя вера маленькая, ты Богу не веришь в вопросах интимной жизни. А у меня вера с тыквой. И я вот Богу так сказал. Вот в самом начале супружеской жизни я Богу сказал, мне надо трех детей, не больше, чтобы было трое детей. Вот сейчас у меня трое детей, младшему уже одиннадцать лет, и все, у нас детей нет. Я говорю, ну может какой-то там календарный способ используйте там, или еще какой-то. Нет, у нас все регулярно, каждый день все нормально. И вот как я сказал Богу, так он мне и сделал. Я говорю, у меня здесь сразу два момента напрягать. Во-первых, кто для вас Бога? Я ему сказал, мне надо трех. Мальчик на бегушках такой. Все, у меня не больше трех. И Бог, хорошо, три, ладно, сделаю три. Кто для вас Бога? Это первое. И второе, говорю, ну не может быть такого. Что-то у вас происходит, может быть с вашей женой или с вами. Я говорю, ну почему у вас сейчас нет детей? Потому что это ненормальное состояние для отношений с мужем и живым. В физиологии еще не от меня. Нет, вот я помолился в начале супружкой жизни. А у меня Вера стыкает, потому что. Это у тебя, ты не понимаешь, у тебя Вера маленькая. А у меня стыкает. Но я этот разговор прекратил, потому что шел семинар, а на перерыве стал с ним разговаривать. Я говорю, ну может как-то вот вы считаете там, или как-то исследуете вот выделение секреции. Нет, мы вот все нормально. Я говорю, может использовать там презервативы или еще что-то. Нет, нет, вот никаких, ни колпачки, ни мази, ничего не используют. Вот каждый регулярно все. Ну что ж тогда может быть? Мы говорю, давай тогда посмотрим, как у вас дети вообще появляются. Что происходит? Он говорит, ну в общем-то нормально. Вот у нас когда был первый, значит 15 лет ему сейчас, 15 лет назад там жена рожала. Ну да. Уроки были сложные? Я говорю, сейчас так вспоминаю. И в общем-то, говорит, вот мой там двоюродный брат, который работал в то время в роддоме, он говорит, ты дай своей жене отдохнуть. Да он халдей. Он халдей, он же ничего не понимает. Гордова говорит, тебе объясню методы планирования семьи. Что он понимает вообще в этом? Врач тоже называется. Бог все планирует. Я ему так и сказала, Бог планирует. И через год у него жена опять оказалась в этом роддоме. И через год жена его в общем в коме была. После родов она впала в ком у нее из-за что-то какие-то были, то ли резус был разный. Возникла вот эта вот ситуация. Вот этот брат ему опять говорит, слушай, ну ты дай своей жене отдохнуть. Ну хотя бы года три-четыре. Потому что если она сейчас не восстановит свои силы, ты его просто убьешь. Ты будешь убийцей. Понимаешь? Давай я тебе расскажу, как это делать, если ты не знаешь. Ничего не понимаешь, халдей, тут еще своими советами суешься. Знать ничего не хочу от тебя, все. Через 9 месяцев эта женщина опять оказалась в этом же самом роддоме. И 7-месячного ребенка через Кесарева вынули. И она опять была на грани жизни и смерти. А он это время был на спивке. И вот этот врач, его двоюродный брат пошел на должностное преступление. Ну спрашивать было не у кого, потому что он на спивке хора, ему некогда жена. Жена в клинической смерти. Жена в клинической смерти. Он ей просто перевязал трубы, когда ее откачали. Умерли Бога. Он просто перевязал трубы. Я говорю, подождите, ведь это тоже метод планированной семьи. То есть ваша жена не может иметь детей. Он говорит, ну в принципе да. Слушай, но я же молился об этом Богу. Вот и Бог решил мою проблему. То есть мы говорим, вы хотите сказать, что женщина с перевязанными трубами более духовная, если здоровая женщина, то значит здоровой не отвечает Бог на молитвы. А тут Бог за ответил, потому что трубы перевязаны. Или если женщина стала, вдруг, бесплодной. Она же тоже более духовна, чем женщина, которая способна каждые 10 месяцев там рожать ребенка. Вообще, о чем здесь идет речь? Это совершенно беспочвенные здесь споры, понимаете, в данном случае. И здесь не дело в вере с тыквой, а дело вообще в полном отсутствии человека рассуждать с травой. Я ему говорю, вот вы как-то забыли об этом, что у вас у жены трубы перевязаны. Еще можно как-то объяснить, это не соответствует вашему убеждению, вы говорите о вере с тыквой. Еще можно как-то объяснить, хотя это ложь. Но вот теперь вы вспомнили об этом. И если вы будете продолжать говорить о своей вере с тыквой и учить в церкви, что именно поэтому у вас вера с тыквой, поэтому у вас нет детей, потому что вы когда-то молились Богу, это будет намеренная ложь. И это уже непростительно для вас, как священнослужители, как пастора церкви. Ему это еще не понравилось. То есть, понимаете, вот эти вещи просто надо четко для себя понимать. То есть это вот смазка, да. Потому что что-то такое есть в жизни, что не соответствует тому, во что я сейчас верю. И я это взяла за мной. И все. Причем, что самое интересное, что действительно не помню. Невыгодно помнить такие вещи. Данька К Nejcheема Вот это я из-за меня поток. Продолжение следует...